В ряб-приложениях состояние рекомендуется размещать в главном компоненте, как можно выше в иерархии. При такой архитектуре данные по свойствам спускаются вниз, а для изменения состояния компоненты снизу сообщают своим родителям о необходимости обновления состояния с помощью передаваемых им через свойства функций. Далее основной компонент обновляет состояние и вновь отправляет данные вниз. Для многих типов приложений управление состоянием внутри самих ряд компонентов является отличным решением, однако при увеличении количества компонентов управление состоянием превращается в многоуровневую передачу свойств сверху вниз и событий снизу вверх. Также трудности могут возникнуть при необходимости организации взаимодействия между компонентами из разных частей приложения, которые напрямую между собой не связаны. Разработчики Facebook столкнулись с этими проблемами и для их решения придумали методологию, которую назвали Flux. Главной идеей Flux является отделение состояния приложения от компонентов, то есть пользовательского интерфейса. Таким образом, теоретически, любой компонент может взаимодействовать с состоянием напрямую. Методология Flux состоит из четырех частей. Первый — это пользовательский интерфейс. В случае с React — это компоненты. Вторая часть — это хранилище, или по-английски store. В этом хранилище находится состояние приложения. Третий элемент — это Dispatcher, или Dispatcher. Он сообщает хранилище о каком-то событии и передает ему необходимую информацию. И последняя часть — это Action, то есть действие, или событие, которое происходит в приложении. Если в общем, то компоненты генерируют действия, диспетчер сообщает об этом хранилищу, хранилище изменяет состояние, и данные передаются компонентам. Обратите внимание на соблюдение принципа однонаправленного потока данных. Так как Flux является идеей, у него имеется несколько конкретных реализаций, и самым популярным из них является Redux. Главной характерной чертой Redux является его простота. Компоненты взаимодействуют с хранилищем напрямую. Redux также имеется и понятие Action, или действие. С помощью них компоненты сообщают хранилищу о том, что произошло в приложении. Также в Redux имеется и понятие диспетчера, но оно является частью хранилища. Redux настолько прост, что знакомство с ним мы начнем с того, что напишем свою реализацию, которая будет очень похожа на Redux. Мы начнем с самого простого примера и потихоньку будем его усложнять. Таким образом, в итоге вы точно будете знать, что такое Redux и как он работает. Ну а пока, если вам понравилось это видео, и вы готовы познакомиться с Redux, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующем видео.